Здравствуйте! Объявляется свежий набор на курс по правильному питанию, который стартует 17 июля. Длится он будет 1 месяц, то есть 30 дней. И в двух словах о том, как все будет проходить. Каждый день вы будете получать кусочек теории, то есть краткий видеоурок на 10-15 минут по длительности. Также каждый день вы будете получать практическое задание. И каждый день вам нужно будет отчитаться о выполненной работе. Также каждый день у вас будет возможность задавать вопросы и получать ответы. Конечно же, очень многие домохозяйки, люди, которые пытались похудеть, но так и не похудели. Люди, которые хоть когда-то, хоть иногда посещали фитнес-клубы, уверены, что они и так все знают о питании, они знают, как нужно правильно питаться. И самое большое заблуждение в том, что все их усилия по правильному питанию направлены на то, чтобы побольше знать о еде, о блюдах и о продуктах. Потому что они уверены, что для того, чтобы питание было правильным, нужно просто следить за тем, чтобы в еде было все, что необходимо организму. В принципе, отчасти это так, но если у вас идеальный рацион на фоне плохого пищеварения, то ваш организм не получит ничего, ну или почти ничего. То есть, парадокс, но в вашем рационе может быть очень много полезных веществ, белков, углеводов, клетчатки, микроэлементов, витаминов и так далее. Но организм этого не будет получать из-за того, что пищеварение не работает как следует. Мало кто задумывался по этому поводу, но больше сил нужно определять эффективности вашего пищеварения. Потому что из-за недосыпов, из-за стрессов, из-за того, что вы много работаете, мало бываете на улице, не слишком часто дышите свежим воздухом и так далее. То есть, от очень многих факторов зависит эффективность вашего пищеварения. И если она падает, то все ваши усилия и старания по созданию идеального рациона, они идут прямиком в унитаз. Это даже без переносного смысла. Поэтому, конечно же, как говорится, на словах каждый лев толстой, а на деле не совсем. Поэтому для того, чтобы гарантированно научиться правильно питаться в разной обстановке, нужно это практиковать. Нужно делать под присмотром хорошего инструктора или тренера. Нужно делать, нужно смотреть ваши ошибки, нужно корректировать, исправлять их, делать дальше. Правильное питание, полноценное питание – это тема очень многовариантная. Как правило, мы видим какой-то один из вариантов, который считается единственно правильным, истинным и так далее. Ну, просто потому что влом о других вариантах рассказывать. Конечно же, каждая диета, каждый способ питания, из самых популярных, они помещаются на десяти строчках. И считается, что вот эта истина, значит, отборный, значит, концентрат самых полезных знаний, все остальное дерьмо. На самом деле, вариантов правильного питания, вариантов хорошего рациона есть тысячи. Все, конечно же, мы не успеем рассмотреть за один месяц, но успеем рассмотреть очень-очень много вариантов. И научимся в этом деле разбираться. Потому что, как ни странно, не все нужно изучать. Человеку нужно показать несколько вариантов, проконтролировать, исправить ошибки, вложить в него уровень понимания, вложить в него основные принципы. Дальше он сможет доработать еще десять тысяч вариантов, так же, как и с физическими упражнениями. Можно часами, десятками часов и много лет, как это делают часто в фитнес-клубах, спорят. Такая техника, не такая, такое упражнение, не такое. Да на самом деле, если знать, как устроен опорно-двигательный аппарат, как устроена физиология человека, можно придумать десятки тысяч упражнений, самых-самых разных, и не обязательно привязываться к каким-то шаблонам, не обязательно оттачивать идеальную технику по какому-то упражнению на протяжении десяти лет. Как это, к сожалению, делают многие. И по питанию примерно то же самое. То есть люди тратят много времени, много сил, много энтузиазма на изучение того, как и где взять качественную еду. И это, конечно же, хорошо. На изучение блюд, на изучение сочетательности продуктов, там, подсчет калорий и так далее. Но это все бесполезно, если не следить за своим пищеварением. Потому что прежде всего нужно следить за своим пищеварением, а потом все остальное. Потому что ваше пищеварение – это конвейер по переработке еды из того, что у вас на столе, в то, что может усвоить ваш организм. То есть такую микроскопическую еду, которую в состоянии усвоить ваш организм и донести до каждой клетки вашего организма. Тема правильного питания, она очень глубокая. И здесь нужно не просто много читать, много слышать, много знать. Здесь нужно много практиковать. Получили вы кусочек знания, нужно сразу же его применить. Нужно сразу же, чтобы его кто-то более компетентный, чем вы, проконтролировал, исправил ваши ошибки. И дальше вы продолжаете это делать. Потому что, ну, вспомним, к примеру, тот самый советский фильм, где Юрий Никулин тренировался на кошках. Он же не сразу пошел это самое хлороформом бабку усыплять. Он на кошках тренировался. То есть фильм, конечно, юмористический, но в данном случае ситуация достаточно мудрая. Он отработал приемы на кошках. Не помню, что там у него получилось с бабкой, но тем не менее. Данный курс является собой именно тот промежуток времени, когда вы можете выработать все ошибки и усвоить более правильные варианты. Потому что, опять же, подавляющее большинство диет и способов питания рассчитано на какой-то идеальный период жизни, который ни у кого никогда не наступит. То есть многие думают, что наступит такой идеальный момент, когда вы сможете просчитывать каждой калорий до молекулы, каждый витаминчик, каждый белочек. Когда вы сможете питаться по 6 раз в день идеальной домашней едой из свежайших продуктов. И, конечно же, этот период не настанет никогда. И чтобы не тратить силы, чтобы не терять здоровье, чтобы не терять продуктивность труда, чтобы не терять хорошее настроение, например, если вы в поездке, нужно уметь выкручиваться из тех ситуаций, в которых вы есть. Потому что, если понаблюдать за среднестатистическим человеком, который пробует правильно питаться, ну, к примеру, если это не профессиональный спортсмен, потому что спортсмены – это отдельная тема, это их работа. Если взять человека, который просто хочет правильно питаться и следит за собой, ведет здоровый образ жизни, то при этом, конечно же, он к чему-то стремится. У него есть свои обязанности, у него есть работа, должность, бизнес, семья и так далее. То он мечется туда-сюда. То есть он попробовал поставить себе режим, рацион, какое-то время, день, два, три недели, месяц, может быть, все классно. Потом случается какой-то коллапс, нужно много работать, туда поехать, сюда приехать, там решить вопрос. И, значит, он вылетает из всего этого и жрет все подряд. Потом не замечает, как проходит месяц, год, два, три, пять. Он постоянно себе корит, думает, блин, опять елки-палки вылетел из режима. Все, возвращаясь туда срочно. Проблема в том, что вы жадничаете с результатом. Вы хотите идеально, а получается немножечко идеально, в основном дерьмово, поэтому нужно, чтобы было оптимально. И в процессе курса мы будем отрабатывать оптимальные схемы питания в многообразии вариантов. И вы сможете выбрать и подобрать под ту или иную ситуацию свой вариант. Также сможете придумать кучу новых вариантов, отрабатывая те варианты, которые можно применять. Таким образом, вы сможете, к примеру, если вы в командировке, в поездке, да, вы не сможете питаться идеально. Кстати, это нужно признать. Человек, который к чему-то стремится, для которого спорт не является его работой, он никогда не будет питаться идеально. Но он может питаться хорошо, очень хорошо и нормально, затрачивая при этом минимум усилий. То есть, без вот этих шесть приемов пищи, без горы еды в контейнерах и так далее. Поэтому основная задача, которую я ставлю перед собой, научиться вас питаться хорошо в любых условиях. Это будет не идеально, но это будет хорошо. То есть, я уже говорил, если сравнить с другим человеком, который питается 10 дней в году или месяц в году идеально, и 11 месяцев в году дерьмово, то лучше весь год питаться хорошо, очень хорошо. Это мое убеждение. Я думаю, многие из вас с ним согласятся. Этот курс создан специально для тех людей, которые всерьез хотят научиться правильно питаться в сжатые сроки. Хотя месяц это не такие уж и сжатые сроки, но за месяц упорного труда можно очень хорошо научиться правильно питаться в самых-самых разных ситуациях. Можно научиться разбираться и в продуктах, где что выбирать и так далее. Можно научиться выходить из любой ситуации, и куда бы вы ни попали, сколько бы денег у вас не было, много-мало, сколько бы времени у вас не было на приготовление пищи, и вы всегда сможете создать себе оптимальный, хороший рацион. Вы всегда сможете поддерживать ваше пищеварение на достаточно высоком уровне эффективности. Подробнее о курсе по ссылке ниже. Продолжение следует...